Всем-всем огромный привет и большое спасибо, что заглянули на мой канал. Те, кто впервые попал на мой канал, ребята, заглядывайте под видео в описании. Там вы найдете ссылки на самые популярные и интересные видео. А тема сегодняшнего видео я хочу ответить на вопрос одной моей зрительницы. Она меня спрашивает. Я хочу сказать, что это видео я записываю для моего плейлиста, который называется «Письма зрителей и советы». Кому интересно, пожалуйста, заглядывайте. Я оставлю для вас ссылочку в правом верхнем углу. Я вначале отвечу на этот вопрос и в конце видео я еще расскажу немножко новости, какие у нас тут происходят. Итак, во-первых, спасибо огромное вам за ваш вопрос. Что с моей дочерью? Для тех, кто не в курсе. Я переехала два года назад в Калифорнию. Я вышла замуж. Моя дочь на тот момент ей было 16 лет. Она осталась в России. Она со мной не переехала, потому что ее отец, мой бывший муж, был категорически против. И на тот момент, когда ей было 16 лет, у нее было очень много друзей в ее городе. Ну, город Сосновый Бор, Ленинградская область. И она не хотела переезжать сама в Америку, потому что друзья, это было очень-очень важно для нее. Но дело в том, что все ее друзья были на год старше ее. И вот прошло два года, сейчас уже ей исполнилось, во-первых, 18 лет. Во-вторых, она поняла, что этот год она уже провела практически без своих друзей, потому что все друзья разъехались. Они поступили в институты, в университеты в Санкт-Петербурге. И у них тоже появились там новые друзья, новые компании. То есть вот эта связь уже распалась. Все, она осталась практически одна. И она готова морально переехать. И она нам сказала, что да, я хочу переехать. В 2019 году, в январе, мой муж подал петицию на воссоединение семьи. И ответ на петицию мы получили в сентябре. Но мы еще ждали несколько месяцев. Это мы ждали сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Мы ждали января, потому что в январе 2020 года ей исполнилось 18 лет. Мы ждали, чтобы она была совершеннолетняя, чтобы она уже могла сама принимать решение. И уже мнение отца не играло бы никакой роли. И вот в январе на каникулах она уже заполнила анкету ДиЭС-260 на иммиграцию. Анкету она отправила в посольство. И все необходимые документы онлайн она тоже отправила в посольство. И мы ждем, когда нам, ну, ей назначат интервью. Ну, в связи с коронавирусом, не знаю, сколько нам придется ждать. Поэтому мы сейчас пока приняли такое решение, что она будет готовиться к поступлению в Санкт-Петербурге. И будем, знаете, плясать по ходу пьесы. Если летом, когда она закончит школу, ее все-таки пригласят в Москве в посольстве на собеседование, она пройдет успешно это собеседование, тогда она переезжает. А сколько ждать, знаете, неизвестно. Если это затянется до сентября, она все равно попробует поступать, а там уже как будет, так будет. Теперь, конечно же, конечно же, раз мой муж подал петицию, то мой муж готов оплачивать ее обучение в колледже. Но, ребята, хочу вам сразу сказать, не пугайтесь, не пугайтесь. В Америке высшее образование доступное. Все желающие могут получить высшее образование. Просто почему-то в России вот такое мнение существует, что если в Америке получать высшее образование, то это очень-очень дорого. На самом деле, все обстоит гораздо проще, чем вы думаете. У меня есть отдельное видео про высшее образование в США. Вот здесь, в правом верхнем уголочке, вам повешу это видео, кому интересно, заглядывайте. И такой еще есть важный момент. Чтобы меньше платить за обучение, то есть цена для иностранцев одна цена, для местных жителей здесь совершенно другая цена за обучение. Но, чтобы получить вот эту более низкую цену, иммигрант, когда приезжает, он должен прожить ровно один год в США. И только тогда он поступает, и он идет на обучение уже не как иностранец, а как постоянный житель. Ну, тут, например, Калифорния, да. Вот. И этот первый год она приедет, она получит грин-карту. Ждать грин-карту, ну, это, наверное, месяца три займет, два с половиной-три месяца. После получения грин-карты мы планируем, у нас есть такая возможность устроить ее на работу. У моего мужа есть очень хорошие приятели, бизнесмены, у которых есть собственный бизнес. Ресторан. Два ресторана. И третий это, ну, как бы, булочная в переводе, или бейкере. Немецкая бейкере. Это наши соседи. В городе Техачапи у них свой бизнес. Вот. Она начнет там работать. И она поживет еще два-три месяца здесь с нами. Затем мы будем снимать для нее жилье в Лос-Анджелесе. Район называется Пасадина. Там же находится колледж, который она выбрала. Мы ей предложили колледж, государственный колледж в Санта-Барбаре. Но в Санта-Барбаре нет общественного транспорта. Это огромный-огромный минус. Мы предложили ей Санта-Монику. Район, выше там Лос-Анджелеса. Тоже она сказала, это очень близко к океану. Я не хочу, это очень высокая влажность. И она выбрала Пасадину. Это тоже один из районов Лос-Анджелеса. Но он находится ближе, во-первых, к нам. Это удобнее мне будет ездить к ней в гости. И ей к нам наверняка. Плюс там не такая большая влажность. И еще один плюс. Там есть общественный транспорт. Так. Ну вот я ответила на ваш вопрос. Пишите, кому интересно. Задавайте вопросы. Буду отвечать в своих видео. И в конце, в конце видео я хочу рассказать вам о... Ну, такие небольшие новости. Начну я с плохой новости. Вы знаете, что в Америке точно так же, как в России. Вот есть область, а есть районы, которые вот в этой области находятся. Это более такие мелкие, что ли, образования уже идут, да? Вот то же самое в Америке. И район, в котором мы проживаем, называется Керн-Каунти. И вот по коронавирусу на сегодняшний день. 18 апреля 2020 год. Подтвержденные случаи заболевания 578. 212 человек выздоровело, и, к сожалению, 3 человека умерло. Лос-Анджелес. Район, в котором находится Лос-Анджелес, называется Лос-Анджелес Каунти. Зараженные 11 391 человек. К сожалению, никакой информации о выздоровевших я не нашла. И умерло уже 495 человек. Вот, к сожалению, да. И в связи с экономическим кризисом, я говорила, что Конгресс США принял решение поддержать бизнес в Америке и сделать, ну, как бы раздать людям деньги. Так вот, все те, кто имеет на семью из двоих человек доход меньше 150 тысяч долларов в год, каждый взрослый получает по 1200 долларов. Эти деньги уже выплатили. И мы с мужем тоже получили по 1200 долларов. Я свои деньги планирую вложить в инвестиции, в акции. И еще раз, я уже делала небольшую такую зарисовку в одном из видео, и еще раз об этом расскажу. Я покупаю акции онлайн. Такая есть брокерская площадка, что ли ее назвать. Называется она TD Ameritrade. И мой портфель акций меня на сегодняшний день очень сильно порадовал. Правда, я говорила вам, что я планирую покупать акции топливно-энергетической компании ExxonMobil. Но пока что я еще не купила эти акции. Пока что не время покупать. Но те акции, которые у меня есть в портфеле, это Microsoft на 30% выросли. Компания Apple на 4,5% пока что падение идет. American Water Company на 2% рост. Компания дорогих американских брендов. Падение на 0,6%. Я еще докупила акции двух компаний. Я купила Hormel Food. Купила я их по 47,62 доллара. И на сегодняшний день акции мои выросли на 6%. И купила я акции компании Google. Правда, компания Google не выплачивает дивиденды. Но я решила все равно, хочу иметь эту компанию в моем портфеле. И я еще успела купить по 1201 доллару. И на сегодняшний день акции мои выросли на 6,45%. Также я планирую, я рассматриваю, пока что изучаю, изучаю банки. И на сегодняшний день мне очень нравится банк Chase. Так что следующая, скорее всего, акция, это будет вот этот банк. Ну и акции мои, я не потеряла ни одного доллара. Так что это приятная новость для меня. Несмотря на кризис. Всем огромное спасибо, кто смотрел сегодня это видео. И особенно тем, кто написал комментарии. И встречаемся с вами в следующую пятницу. Всех целую, обнимаю и пока! Субтитры сделал DimaTorzok